Вячеслав Игнатенко Его малая родина – деревня Карповка, Лоевского района. Здесь, в тиши сельской глубинки, сформировалась личность будущего художника. А в настоящее время он живет в Кишиневе и является членом Союза художников и заслуженным художником Молдовы. Его заслуги отмечены и в родной Беларуси. Он награжден медалью Франциска Скорины. Творчество Вячеслава Игнатенко совмещает с преподавательской работой. Кроме того, каждый год в конце лета он приезжает в Беларусь, чтобы вдохновляться родными местами и писать. А в Музее истории печати и фотографии Гомельщина открылась выставка фотокорреспондента газеты «Советский район» Марии Амелиной. 30 снимков выполнены в жанре репортажной съемки. Мария более 10 лет работает в средствах массовой информации и подмечает яркие детали повседневной жизни. Неподдельные эмоции можно найти в изображениях девочки с воробьем, прыжка экстремала или встречи влюбленных. Герои ее фотографий превращаются в городские мемы и собирают сотни комментариев в интернете. Историю создания каждого фото Мария лично рассказала гостям, которые пришли на открытие, и подтвердила свой главный принцип о том, что у фотографа должны быть чистая душа и грязные коленки. На этой неделе в Лясковичах завершился областной пленэр деревянной скульптуры «Ожившая старина». Десять мастеров в течение 10 дней создавали малые архитектурные формы по мотивам произведений Якуба Колоса и Ивана Мележа. Члены жюри при оценке обращали внимание на художественные качества, оригинальность образов и технологические приемы резьбы. Среди участников пленэра только профессионалы, поэтому выбрать лучшие работы было непросто. Победа досталась народному мастеру Беларуси Василию Силкову из Гомеля, который обратился к Мележевской полесской хронике. Скамье для влюбленных со скульптурой Анны станет украшением любой локации. Кстати, все скульптуры, созданные во время пленэра, установят в Петрикове. А напоследок анонс киноновинок августа. На следующей неделе в прокат выходят четыре премьерные ленты. «Между магией и жизнью» российская фэнтези Эбигейл расскажет историю девушки, которая живет в городе, закрытом из-за эпидемии загадочного заболевания. На самом деле город полон тайн и магии, а его власти охотятся за людьми с необычными способностями. Еще одна российская лента «Трудности выживания» – это лирическая комедия от режиссера сериала «Интерны». По сюжету начинающая журналистка Нина в погоне за сенсацией отправляется на необитаемый остров, где, по слухам, живет миллионер-затворник. Однако вместо завидного жениха и героя статьи на острове оказывается еще один журналист. Обладатель гран-при кинотавра российская криминальная драма «Бык» рассказывает о молодом главаре банды в лихие 90-е. Парень еле сводит концы с концами, пока не попадает за решетку. Его вручает московский авторитет, который требует взаимную услугу. А напоследок – американские ужасы в фильме «Капкан». Из-за мощного урагана во Флориде отец и дочь оказываются в ловушке в собственном доме. Возможно, им удалось бы пережить не Настя без приключений, если бы не аллигаторы под водой.